И снова мы рады желать вам доброго утра в студии самой ранней программы на телеканале Кубань 24. С вами по-прежнему Дмитрий Степанищев и Ольга Антошина. Доброе утро. Да, мы привыкли как-то с утра говорить о хорошем, ну и в принципе продолжим. Несмотря на то, что Министерство здравоохранения и Международная ассоциация здравоохранения говорят о том, что инсульты, инфаркты, они помолодели. Но есть шанс все-таки не допустить к себе вот такую очень плохую болезнь. Это даже не болезнь, но вот такая ситуация, с которой никому бы не хотелось столкнуться. Вот об этом поговорим с нашим гостем. У нас в студии Александр Перхун, физический терапевт, нейрориабилитолог. Доброе утро. Доброе утро, Саша. Я его прямо аж язык чуть не сломал. Сложное название специализации. Давай главный вопрос. Инсульт. Что это вообще такое? Вы знаете, инсульт, конечно же, является второстепенной патологией. То есть изначально это нарушение, то есть это сердечно-сосудистые заболевания, оттуда все это происходит. Сам инсульт, понимаете, это патология головного мозга, которая развивается в процессе уменьшения кровоснабжения клеткам головного мозга и к дальнейшему их отмиранию. Вы знаете, это все потом приводит или к смерти, упаси Господи, конечно, либо к серьезной неврологической симптоматике, которая выражается в виде парезов, параличей, вестибулярных расстройств, нарушением речи и зрению. Слушай, ну, прям вот... Ну, такая, да, невеселая у нас тема, но все-таки... Страшненько, но все-таки. Но это, я же правильно понимаю, есть какие-то факторы, которые как раз-таки нас либо приближают, либо отдаляют от этого. Ну, что я лично, да, как человек сугубо там гражданский, к медицине не имеющий никакого отношения, ну, там, курение, мне кажется, переедание. Ну, да, вы уже... Профилактика какой должна быть, чтобы не коснулось это? Конечно, вы уже обозначили некоторые моменты, да, но факторы, я могу вам сказать, что их очень много, факторов риска. Но в мировой практике обычно выделяют их несколько факторов. Это изменяемый, неизменяемый и метаболический. Неизменяемый фактор, к сожалению, это возраст, да, после 50 лет риск развития инсультов, конечно же, повышается. Пол, к сожалению, вот у мужчин после 40, фактор риска тоже вот высок, поэтому нужно... Именно у мужчин? Да, да, именно у мужчин. Ну, у женщин тоже, конечно, считается инсульт, но так, в общем, получается, что у мужчин он выше. Раньше, да. Да, он выше. И генетическая предрасположенность. Если у кого-то в роду, к примеру, был инсульт или сердечно-судистые заболевания, это, в принципе, может где-то в дальнейшем у кого-то из родственников там и может развиться. Вот здесь вот можно поподробнее? У меня, у родственников были. Нет, ничего, ничего. Здесь главное не паниковать, да, главное не паниковать. И сейчас я еще скажу, что вот к метаболическим факторам, да, относится это гипертоническое, да, вот когда у людей гипертония, повышенное артериальное давление, или заболевание стенков сосудов, да, то есть сахарный диабет. Но паниковать не нужно, действительно, не нужно паниковать. Вот, знаете, мне кажется, чтобы не паниковать, нужно что-то делать. Что делать для того, чтобы максимально себя обезопасить? Я понимаю, что есть там наследственные какие-то моменты, но вот чтобы максимально постараться себя обезопасить, что делать? Ну, в первую очередь, если курите, да, не курить. Советую всем действительно бросить курить. Как говорится, бросай курить, вставай на лыжи. Здоровье будешь, не и вижу. Также, конечно, нужно еще следить за употреблением алкоголя, да, а не превышать, как будто, нормальные там дозы, то есть, там, бокал вина красного сухого, пожалуйста, пейте, ну, без крайностей, да. А я права, что стрессы, которые, конечно же, в нашу жизнь вот так вот плотно вошли в последнее время, да, вот с ними как бороться, если успокоительный пить, что сделать? Вы знаете, я хотел вот как раз напоследок, в конце уже сказать, что стресс и депрессия, действительно, это является для меня, в моем опыте, как я это наблюдал, это, наверное, такой очень высокий риск от этого. Еще что хотел сказать. Если у человека сахарный диабет, да, если у человека ожирение, если высокий холестерин в крови, нужно за этим всем следить. Для этого нужно заниматься спортом, бегать, если повышен сахарный сахар в крови, обязательно обратиться к диетологу, да, обратиться, чтобы составили какую-то диету, прогулки. Надо выбрать для себя какой-то вид спорта. Для кого-то велосипед, для кого-то это ходьба, для кого-то бег, для кого-то плавание, обязательно чем-то заниматься. Жизнь маленькая, чтобы тратить ее на то, чтобы там объедаться, сидеть, никуда не выходить. Ну, как говорится, да. В общем, задумайтесь о своем слове. Да, конечно. То есть, ну вот, допустим, тфу-тфу-тфу, как говорится, но если у кого-то это уже случилось, момент реабилитации, да, человека после этого можно на ноги поставить? Ну, вы знаете, здесь индивидуально, у каждого индивидуально. От чего это зависит? Зависит, в первую очередь, это от возраста и от объема самого очага, от объема очага инсульта, да. Ну, и, конечно же, от желания. У человека, бывает такое, что у человека нету мотивации, и его очень тяжело заставить заниматься, подняться, научиться заново ходить, стоять и так далее. Здесь, конечно, и родственники должны подключаться. Во многих случаях подключаем психолога. Если речь с речью проблемы, подключаем логопеда. Здесь серьезная очень работа. Это не только один реабилитолог, здесь команда. Семья тоже входит в команду. То есть, нужно настроить семью, объяснить им, как это нужно делать, да. То есть, показать. Без реабилитолога очень тяжело что-то сделать, я вам так скажу. Реабилитолог помогает родственникам пережить это все, учит родственников, близких, как правильно обращаться с пациентом. Ну, и, конечно же, даже вплоть до того, что учатся заниматься, то есть, делать какие-то упражнения, занятия, когда не приходит реабилитолог, к примеру. То есть, это действительно очень командная работа. Ну, вот, насколько я понимаю, есть вот 6-8 месяцев, ты за кадром говорил, что вот в эти сроки после инсульта вот шанс поставить лучше. Да, действительно. Не все, просто, понимаете, потом развиваются второстепенные, там, атрофия мышц и совсем остальные, много разных факторов. Но я просто хотел сказать, что первые 6-8 месяцев – это самые, самые такие золотые, так скажем, золотое время, которым нужно воспользоваться, да. И потому что еще есть такой фактор, как нейропластичность, то есть, это восприятие соседних клеток, которые не погибли, да, они должны научиться. Житься. Научиться, нет, научиться выполнять те функции, которые были утеряны. И, конечно же, после очага, вот, да, после инсульта, вот эти первые 6-8 месяцев, они очень такие золотые, нужно воспользоваться этим, нельзя затягивать. Саш, спасибо огромное за эту информацию. Будем надеяться, что это не дуг и эта беда не постучится в двери никому из наших зрителей. Не дай бог, да, не дай бог, чтобы кто-то обращался. Всего доброго, спасибо. Если вы не успели на начало этого интервью, ищите его на сайте kubain24.tv. Вскоре мы к вам обязательно вернемся.